Добрый вечер, друзья! Прямой эфир на Афонтово. Я Анастасия Штукарина. Сегодня 7 сентября, среда, и мы приветствуем вас в обновленной студии Афонтово. Теперь именно здесь мы будем встречать наших гостей и рассказывать вам о самых интересных событиях. В общем, присоединяйтесь к нам, мы начинаем. Сегодня, например, поговорим о том, как изменилась ситуация в сфере стоматологии и какие цены сейчас на этом рынке. А еще о новом трансформационном проекте для женщин, проекте, в котором сбываются мечты. Еще узнаем, какие вопросы больше всего заботят взрослых и их детей. Узнаем, где найти на них ответы. В общем, обо всем об этом в ближайший час. Ну а пока давайте посмотрим новости. Зима не за горами. И в Красноярске продолжается двухмесячник по благоустройству. Его проводят каждый год. Специалисты отключают фонтаны, моют памятники и ремонтируют уличную мебель. Во всех районах стартовали санитарные пятницы, специальные акции по уборке территорий при помощи волонтеров. Они помогают приводить в порядок территории, где по разным причинам не удается организовать регулярную плановую уборку. Добровольцы приводят в порядок берега рек, заброшенные и так называемые неразграниченные территории. К слову, 24 сентября в Красноярске состоится большой осенний общегородской субботник. Принять в нем участие приглашаются все желающие. В Красноярском крае продолжается замена лифтового оборудования в рамках программы капремонтов. В текущем году специалисты дополнительно установят 314 новых лифтов в Красноярске, Девногорске, Ачинске, Зеленогорске, Кодинске, Шарыпово и Назарово. Все лифты отечественной производства с энергосберегающей технологией оборудованы светодиодным долговечным освещением. Кабины современные, антивандальные, в них также установлены зеркала и металлические поручни. Для безопасности движения на оборудовании установлены датчики. 146 миллионов рублей выделят Красноярскому цирку на закрытие теплового контура и ремонт купола. Это не консервация, таким образом здание подготовят к зиме, объяснил директор цирка Александр Рыжов. Это сохранит здание от возможных повреждений и разрушений. Напомним, на весь капремонт нужно больше полутора миллиардов рублей. Их Минкульт России планирует получить из средств бюджета в 2023-2025 годах. За последние полгода все отрасли прошли своеобразную проверку на прочность, лихорадило и рынок стоматологических услуг. Как удается не просто оставаться на плаву, но и развиваться в такое сложное время, об этом мы спросим нашу сегодняшнюю гостью, директора сети семейных центров стоматологии Ирину Стрелкову. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас в нашей студии, обновленной студии. Спасибо. У вас очень красиво, я потрясена просто. И у нас тема с вами такая красивая, да? Стоматология – это то, что касается в том числе и эстетики, кроме здоровья. Расскажите о том, как вот сейчас обстоят дела на рынке стоматологических услуг. Вот конкретно сейчас хорошо. Еще полгода назад мы пережили, конечно, тяжелые времена, моральные. Также мы все знаем, что происходило во всех сферах. Но сейчас я просто как раз хотелось бы телезрителям сказать, что сейчас у нас все наладилось. Паника прошла, какие-то непонятные вещи с ценами, с поставками, все это устаканилось, все пришло в норму. И хотелось бы сказать пациентам больше не переживать по этому поводу. Многие думали, что останутся вообще там без брекетов, например, да, потому что все знают, что они американские, самые лучшие. Какие-то еще кто в теме стоматологической, допустим, отбеливание тоже самое лучшее. Боялись, что просто нечем будет лечить зубы, нечем будет наводить эстетику. Ну вот хотелось бы успокоить, что все в порядке. То есть вы нашли выходы из ситуации, да, вы нашли способы, как сделать так, чтобы ваши пациенты по-прежнему ни в чем не нуждались и получали все самое лучшее. Я вам скажу, что вот в этот же день, как все начало происходить, мы начали это решать. И вы решили? Да. Скажите, какая услуга самая популярная у ваших пациентов, зачем они обычно приходят к вам? Ну, сейчас времена изменились. Раньше люди приходили лечить зубы, это уже хорошо, это классно, здорово. Но сейчас потребности изменились. Сейчас очень, причем и мужчинам, и женщинам очень хочется навести эстетику. Это ровные и белые зубы. Я думаю, что это требование времени, каких-то соцсетей, популярности кого-то, кто-то вот на телевидении работает или в журналах часто печатается. Да и просто это красиво, да? Просто хочется сделать что-то для себя лучшее. У него большой коллектив, он часто выступает перед сотрудниками. И это позволяет чувствовать себя увереннее. И вот запрос именно уже на красоту улыбки. Особенно мне нравится, что и мужчины начали этим заниматься. Я прямо рада. А что вы рекомендуете для тех пациентов, которые приходят за красотой улыбки? Ну, наверное, отбеливание, да, как минимум. А как максимум это что? Это керамические виниры, вот эти голливудские, те самые красивые идеальные зубы. На самом деле это индивидуально. Каждый пациент приходит, и мы ему предлагаем, что ему можно сделать. То есть разброс, на самом деле, большой. Даже можно иногда сделать совсем чуть-чуть, но очень сильно преобразить улыбку. Слушайте, ну, круто. И главное, да, индивидуальный подход, он всё решает. Потому что кому-то нужно, там, не знаю, что-то вылечить для начала, да, кому-то, наверное, как-то что-то раздвинуть. Кому-то хватает, да, чуть-чуть. Мы не всем ставим виниры, знаете, вот как бы лишь бы поставить. Ни в коем случае вот такого подхода нет. Просто мы смотрим индивидуально и, ну, решаем вопросы. Ну, вообще, ваши стоматологии называются семейными центрами. Стоматология, почему? Потому что нашим клиникам уже 9 лет. Ого. И у нас уже выросли не одно поколение детей, а также пациенты приводят своих родителей. У нас услуги, как говорится, от нуля лет пациентов, самых маленьких нам привозят. Знаете, там, третий день просто жизни. Да? Даже такие? Да, даже для них есть услуги. И, конечно же, это самые пожилые, там, прабабушки, допустим. Многие занимаются пожилыми родственниками, допустим, меняют им вот эти съемные протезы в стаканчике, да, ставят несъемные. И, как правило, качество жизни и даже долголетие от этого зависит в итоге. Улучшается качество жизни, конечно, для пожилых людей. Мне кажется, это прям, ну, такое спасение. Они снова могут есть, смеяться, вообще жить почти как в молодости. Вот вы упомянули о том, что с нуля к вам можно приходить. А, ну, наверное, все-таки это, ну, такое редкое, да, когда приносят совсем новорожденных. Но уже постарше ребятишек приводят, я думаю, довольно часто. На самом деле таких маленьких малюток почти каждый день приводят. Серьезно? Да. Я тоже, ну, всегда с этого умиляюсь, но вот эти вот лялечки у нас почти каждый день. А что обычно для детей, вот самого младшего возраста вы предлагаете? Конечно, это чистка зубов. Это такой залог сберечь этот молочный зуб. Родители не очень, ну, может быть, не умеют чистить зубы, дети еще вообще этого не делают. Если регулярно приходить на чистку, во-первых, формируется доверие к стоматологам, что это не страшно. Это классная процедура, приятная, веселая, вкусная паста, мультики, красивый детский кабинет. Конечно же, подарок. И потом, когда дело дойдет до лечения, для других, там, серьезных процедур, вам не нужно будет уже, там, уговаривать, там, шантажировать детей или тащить его там насильно. Это очень классно, это прививает доверие к врачам на всю жизнь. Ну да, ну, я думаю, что в детской стоматологии там не просто нужно быть медиком, профессионалом, а еще нужно быть немножко психологом, немножко аниматором, и все методы идут в ход. Вы абсолютно правы, детский стоматолог – это особенный человек, это вообще врач просто какой-то другой, да, уникальный. Это призвание. И что вы делаете для того, чтобы ребенок вот расслабился и не напрягался из-за того, что ему сейчас что-то сделают больно? Да все, у нас просто кабинеты, ну, они, во-первых, не похожи на кабинеты. Врач не похож на врача. У нас есть специальная методика работы с детьми, причем с разными детьми. Также есть такое, как услуга называется адаптационный прием. Тоже очень классная вещь. Это вообще для тех, кто первый раз у стоматолога, причем этот ребенок может быть очень маленький или уже не маленький, ну, это неважно. Либо это те дети, у которых уже случился негативный опыт. Там есть такая серия как бы уникальных методик, которые мы делаем во время этого приема. Как правило, дети после него охотно идут к стоматологу своими ногами, еще и просят и хотят. Слушайте, ну, это прям классно. Вы упомянули о том, что у вас есть стоматология не только для детей и взрослых, но еще и для подростков. Вот это что за стоматология такая? И какие процедуры чаще всего нужны подросткам? Это отдельный, конечно, просто пласт. Вот это подростки, категория, которой родители думают, что они уже сами все умеют, они выглядят взрослые, они высокого роста, и кажется, что они очень самостоятельные. На самом деле это такие же дети, и у них, как правило, пища уже другая, они детские, а также различных вредностей много. И это тот самый возраст, который, ну, максимальное количество кариеса происходит вот в этом возрасте. А плохо это то, что у них зубы уже постоянные, и уже другие не вырастут, как молочные зубы, то есть не будет второго шанса. Поэтому у нас есть комплекс услуг именно для подростков. Это, конечно же, регулярная чистка зубов. Вот та же самая, только она уже подростковая. Там другие инструменты, другой доктор. Если это делать регулярно, то у подростка все будет хорошо, а также именно подростка стоит научить правильно чистить зубы, вот грамотно, чтобы он сам это делал дома. Прям вот не просто чистить, а заботиться, да? Да, не выходить щеткой, а прямо вот ухаживать за своими зубами. И у нас есть такая штука, как индикатор налета. Как правило, подросток не верит, что он плохо почистил зубы. После этого он сразу все видит, и вообще они потом очень классно чистят зубы сами. Индикатор налета. То есть можно прямо увидеть, да, насколько, где, в каких местах. Как это масштабно, как правило, на подростка это производит огромный эффект. Он просто в шоке, и потом очень старается. И начинает чистить зубы правильно во всех местах. Да. Также доктор объясняет ему, почему это важно. То есть одно дело, когда родители говорят, ну, подростки не очень слушают родителей. Да, родители вообще никто не слушают. Вы же, да, понимаете. А когда это сказал врач, который еще общается на одном языке, если он не какой-то как-то наставник, да, он просто объясняет, что вот у него эта улыбка теперь с ним на всю жизнь, как классно ее сохранить, как это важно, чтобы он потом, когда ему будет 25 лет, 30, этим не занимался, не вставлял импланты. Слушайте, ну это очень круто иметь человека, который объяснит твоему подростку, как правильно ухаживать за его улыбкой, за его зубами, которые с ним на всю жизнь останутся. Да. Потому что родителя услышать, который постоянно какие-то нравоучения читает, ну, подростку это нереально. Не воспринимаю, да. А тут такой есть авторитетный человек, который тебе все объяснит, еще и покажет, где у тебя налет, и расскажет, как правильно чистить зубы. Ну и у подростков, наверное, очень часто процедура установки брекетов бывает, да, именно в этом возрасте. Это очень хорошо, что она произойдет именно в этом возрасте. Я считаю, что это идеальный возраст. Лучше в молодости это все, относить все эти конструкции, пока организм растет, формируется, и он уже вырастет, как вот я, вырасту уже с такими зубами. Намного все быстрее, дешевле. Хочу обратить внимание родителей, что это очень все на самом деле недорого, быстро. И сейчас здорово, что у подростков это модно. Да, еще 20 лет назад это было там не очень. Сейчас это круто. Это такой аксессуар, которым гордятся. Ну, брекеты же тоже бывают разные, бывают из разных материалов. Бывают совсем прозрачные, которых не видно, а они, наверное, уже по-другому как-то называются. Ну, в общем, мы рекомендуем подросткам именно металлические брекеты. Они самые модные, самые надежные. Ну, очень нравятся им. Классно смотрятся. В общем, не надо мудрить, лучше такие. Да, вот взрослые более там 25+, 30+, они устанавливают прозрачные брекеты. Ну, это понятно. А на подростках, мне кажется, классно смотрятся металлические. Вы упомянули о ценах. На самом деле, вот, в связи с известными событиями, кто-то побежал вкладывать деньги именно в свои зубы, там, в свое здоровье, в себя, и стали тратить на стоматологию в том числе. А кто-то, наоборот, придержал все свои денежки и решил, что, ну, нет, пока я на это тратить не буду, пока это не первая необходимость процедура. И вот пока сомневающиеся есть. То есть есть такие люди, кто, наоборот, в себя вкладывает, а есть те, кто думают, что, ну, может быть, цены упадут, может быть, произойдет какое-то изменение ситуации. И вот в этом плане, наверное, я думаю, очень ценен будет совет профессионала. Что делать? Вкладываться сейчас в себя или все-таки подождать? Вот я сначала начну комментировать по поводу начала того, что было, люди, конечно, испытали очень огромный стресс, страх, и, правда, побежали в стоматологию просто, ну, немножко невменяемом состоянии от настройства. Делайте мне все на все деньги. Да, так тоже нельзя собой заниматься. Ну, здоровьем нужно заниматься осознанно, спокойно, как сказать, душе, чтобы на душе не было никаких проблем, потому что это все взаимосвязано. Да, это влияет. Поэтому такое состояние тоже было не очень хорошо. Хорошо, да, побежали срочно делать зубы, потому что боялись, что там все закроется, все рухнет. Все обесценится. Все обесценится или станет стоить просто. Или наоборот стоить будет, да. Ну, вообще, мы тоже так думали, кстати. Ну, прошло время, и сейчас люди успокоились. Мне нравится тенденция, когда снова начали заниматься родителями. Это всегда хороший знак. Это значит, люди успокоились, у них снова появились ценности. Силы, ценности. Да, то есть смотрят опять на семью. Вот такие тенденции сейчас очень позитивные. Сейчас все стабильно, спокойно. Вот как было раньше, я очень этому рада. То есть можно сказать, что цены повысились, да, за последнее время? Или они на каком-то уровне пока еще держатся у вас? Повысились. В разных клиниках по-разному. На самом деле сдержали цены только крупные центры, которые могли позволить себе большой склад. И вот тот период, когда вот это все происходило, да, там доллар по 120, все это взлетело. И небольшие клиники были вынуждены закупать продукцию уже по сверхъестественным ценам. А большие клиники, они вот какое-то, как мы, работали на своих складах. И мы этот скачок пережили. Он устаканился, до конца, конечно, не упал. Но рост примерно 10%, ну, по сравнению с 30%, как в других клиниках, я считаю, что это успех перейти вот такой кризис с таким результатом. Ну да, это достаточно стабильно и не так ударило по кошельку ваших клиентов. Сейчас еще добавлю, что многие пациенты стали нормально относиться к рассрочке. Раньше это как-то пугало. Все думали, это какой-то кредит там с какими-то процентами или там договор, который будет составлен как какой-то там, ну, знаете, там, нечестный. Мелким шрифтом там что-то будет. Да, мелкие шрифты вот эти будут. На самом деле нет. Вот сейчас уже люди поняли, видимо, начали об этом говорить друг другу. Много пациентов оформляют рассрочку, не ждут больше, не копят деньги, когда ситуация, ну, с зубами она только хуже может становиться. Да, да, да. И улучшается. Лучше сделать зубы сейчас. Условия рассрочки максимально прозрачные, никаких переплат, ничего там вот этого нет. То есть это очень классно и этим пользоваться. Я тоже рекомендую этим пользоваться. Какие у вас планы на будущее? К чему стремитесь? Что хотите нового сделать, открыть, предложить клиентам? Вот вопрос никогда не был для меня таким сложным, да, еще какое-то время. Но все равно мечты же они есть. Да, конечно. Во-первых, довести до совершенства те клиники, которые есть. Улучшить их сервис, улучшить все, что можно. Вот, знаете, как-то хочется сейчас больше укреплять то, что есть. Я не уверена насчет открытия сети из 10 клиник, потому что не знаю, что будет завтра. Поэтому мы будем, как сказать, усиливать, допустим, увеличивать штат. Смотреть еще, может, какие-то услуги новые. Ну, будем работать с тем, что есть. То есть вы будете работать там не вширь, а вглубь, да? Внутрь, да. Вы будете улучшать то, что уже имеете для того, чтобы ваши клиенты получали все самое лучшее. Да, улучшать есть куда. На самом деле нет предела совершенства, нет предела услугам. Квалификация врачей можно обучать бесконечно, потому что медицина, она постоянно шагает вперед. Вот этим мы и будем заниматься. А какие вот в перспективе есть процедуры, которые вы бы хотели внедрить в свою клинику, и в планах это у вас есть? Мы уже их все внедрили на самом деле. Уже все. И все существующие услуги у нас есть. Скажите тогда коротко, как вы считаете, из-за чего к вам люди приходят и в первый, и во второй раз, и постоянно возвращаются в вашу клинику? Ну, как правило, вот 9 лет я слышу одну фразу, что у нас они чувствуют себя как дома. Они уверены, что о них позаботятся. Они, вот пациенты говорят, что у нас очень спокойно. Я считаю, что доверие к врачам, к врачу, к которому ты идешь, это самое главное. Мы очень стараемся, что это было именно так. У нас не меняются врачи, у нас нет потока кадров бесконечного, каких-то вечно новых лиц. Одни и те же люди, да. У врачей вырастает поколение уже пациентов. Я считаю, что это очень важно, и это формирует вот то самое доверие. Когда пациент идет с доверием к врачу, как правило, и результат успешен. Такая синергия. Ну да, к вам приходят за, наверное, такой уютной домашней обстановкой и за стабильностью. За стабильно хорошим результатом. Да, и, конечно же, за качеством. Это уже даже не стоит обсуждать. Лечение должно быть качественным или никаким. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что так интересно рассказали о своей работе. Спасибо, что позвали. Еще раз представлю нашу сегодняшнюю гостью Ирина Стрелкова, директор сети семейных центров стоматологии «Мира». Диагностика, лечение, имплантация и протезирование, детская стоматология, бережная забота о ваших зубах на Урванцево 12 и партизана Железняка 32. Для записи обращайтесь по телефону 200-130. Ну а после рекламы мы в студию вновь вернемся. Продолжение следует... Ритуальная компания специально для ежедневного, комфортного сна. Подушки, одеяло, основания для матрасов. Все, что необходимо для полноценного отдыха каждый день. Компания «Атрибуты здорового сна». Пусть ваше утро будет добрым. Игорь, помогите. У нас дома непонятно, откуда появился ритуальный агент. Мы его не вызывали. Что нам делать? Заказывать услуги в тех компаниях, которые вы вызываете сами. Остерегайтесь таких непрошенных гостей. Ритуальная компания в последний путь. Нас вызывают. Ну а мы продолжаем. В «Пассажир Речи Транс» рассказали об итогах навигации. Напомним, она началась в конце апреля. Всего за сезон перевезли почти 47 тысяч пассажиров. Одним из популярных маршрутов стал торговый центр «Усть-Мана». Более 16 тысяч человек воспользовались прогулками по этому маршруту. Торговый центр «Боровое» более 8 тысяч человек. Красноярск «Дудинка» около 2,5 тысяч человек. Также Министерство транспорта сообщает о росте числа железнодорожных перевозок. С января по август за 8 месяцев Красноярской железной дорогой воспользовалось более 5 миллионов человек. Сейчас еще немного новостей. Ну а после в нашем программе поговорим о том, как поучаствовать в трансформационном женском проекте. Начинается подготовка катка на площади мира. Проект «Зима на стрелке», который запустили в прошлом году, будет работать и в этот новогодний сезон. Каток начнут монтировать в пятницу, потратят на это месяц. Подробности расскажут позже, но каток с искусственным льдом будет точно, рассказали в Красгорпарке. В прошлом году каток открыли 16 ноября. С начала этой недели красноярцы смогут поставить прививку от гриппа во внебольничных пунктах, размещенных в ТЦ «Мега», «Планета» и «Изумрудный город». Об этом сообщает Министерство здравоохранения края. А еще это можно сделать в акциномобиле на парковке возле строительного гипермаркета на 9 мая 1977. Он работает в будние дни с 9 до 6, в субботу с 9 до 4 дня. На острове отдыха появилось новое освещение. 60 фонарей разместили на участке от центра «Спортекс» до «Дамбы». Сделать освещение попросили местные жители. Также в этом году восстановят уличное освещение в части поселка Таймыр, на улицах Торговая и Ленинградская, на тротуаре по Рейдовой 57В. Светлее станет путь по улице Коломенской к ДК Правобережной. Во время ремонта всех городских дорог и парков смонтируют новое уличное освещение. После летнего перерыва открылся пункт оказания бесплатной юридической помощи, расположенный в Доме офицеров. Первых посетителей ждут в конце сентября, 29 числа. Нуждающихся в консультации юриста примут с 10 до 15 часов. Горожане смогут задать вопросы и относительно гражданского, трудового, жилищного, земельного и семейного законодательства. Проконсультироваться по вопросам соцзащиты, получения пенсии и нотариальной деятельности. Такой день бесплатной юридической помощи будет не последним. Краевое отделение Ассоциаций юристов России планирует провести дни бесплатных юридических консультаций, также 27 октября, 17 ноября и 15 декабря. Номер для справок 258-1850. Мы продолжаем, и я рада представить вам наших друзей и партнеров трансформационный проект для женщин, который запускает уже четвертый сезон. И с нами Мария Квашнина, основатель этого женского проекта. Мария, добрый вечер. Да, добрый вечер. Неужели уже четвертый сезон? Четвертый, да. Так быстро время пролетело, мне кажется, вот недавно вы приходили и рассказывали, что в первый раз запускаете. Первый раз, да. Первый раз был прошлым летом, и уже четвертый. Не верится, но на самом деле уже, мне кажется, целое такое у нас сообщество возникло из девушек, которые прошли проект, и это действительно какая-то семья создалась уже, которая разрастается, и все больше, и вот как-то... И все теплее, да. Все теплее, да. И это сообщество все прирастает и прирастает, и сейчас уже в четвертый раз вы набираете снова девушек. И уже набрали или еще можно попасть в проект? Еще набор идет, получается, 18-го числа у нас старт будет, и до 18-го числа еще можно успеть попасть. В общем, ребята, успевайте до 18-го числа, нужно обязательно в этот проект попасть, потому что там будет потрясающе интересно. Мария сейчас расскажет, что предстоит девчонкам, которые придут в этот раз. Там будут еще новые направления у нас, но самые основные, которые девушкам даем... Давайте, наверное, начну с того, что какая основная цель проекта. Да, вообще о чем проект или чего? Основная цель проекта – это помочь женщине, девушке, вот раскрыть на свой внутренний вот этот женский потенциал, почувствовать себя именно женщиной. Потому что вот есть такое мое мнение, наверное, личное, что женщина, когда она в своем ресурсе, когда она себя чувствует, когда она уверенная, она в своей силе, она может создавать свой какой-то мир уникальный, такой красивый, и по-своему строить этот мир и его создавать. И мне нравится видеть, как раскрываются женщины, как на самом деле они приходят с разными запросами, но в конце говорят, как важно, что я нашла себя и обрела вот этот, наверное, момент, когда я понимаю, что что бы я ни хотела, к чему бы я ни стремилась, моя основная роль как женщины – это все равно семья, это все равно вот эта любовь какая-то, создавать вот эту ауру в семье, которая вот и помогает, наверное, взращивать какое-то новое поколение, ну, давать жизнь, выращивать новое поколение людей и так далее. Ну, в общем, дарить любовь этому миру. Так классно вы рассказываете, прям погружаешься, да, вот в эту атмосферу, я прям начинаю чувствовать, какая атмосфера царит у вас на ваших мастер-классах, тренингах, и что девчонки начинают чувствовать. Я понимаю, что в этой вот атмосфере уже, вот в этом поле, они уже начинают постепенно трансформироваться, даже если пришли там с совершенно каким-нибудь другим запросом, там, например, там, не знаю, финансовую независимость обрести, но они это получат через другое, да, то есть они в себе начинают ощущать совершенно другие вибрации. А как вам это удается сделать? Как удается сделать? Ну, наверное, я вот какой-то свой путь, когда проделывала, да, я поняла, что есть моменты, которые помогают именно сосредоточиться на главном человеке в своей жизни. Это на себе, как на женщине. Почему? Потому что я считаю, что женщина – это как раз тот источник энергии, любви, который вот и есть на земле, вот она несет эту любовь. И вот когда она на себе сосредотачивается, вот тогда она начинает раскрываться, тогда она начинает себя чувствовать и вот этому миру дарить эту любовь. С разных сторон мы подходим, но мне очень близок момент, когда, я всегда его транслирую, когда женщина меньше всего думает. И этот момент у нас очень много в проекте, где она работает со своим телом. Она работает со своим телом, она учится правильно питаться, питать свое тело, то есть это нутрициология, это йога, это танцы различные, восточные танцы, дэнс-холл, там новые направления и так далее. И женское здоровье, где она как раз вот через это наполняется. И это потрясающе, потому что когда женщина начинает работать физически с собой, вот она не думает ни о чем и начинает чувствовать себя, чувствовать свое тело, как будто заново познает себя. И это действительно потрясающе, как они раскрываются в танцах, как они начинают вот эту гибкость приобретать. И вот это вот в сочетании с правильным питанием, с работой психолога, сексолога, это вот все потихонечку, как вот лепесток за лепестком раскрывает. Ну то есть это то, что называется телесно-ориентированными практиками, да? Но их очень большой спектр. И если каждую из них постепенно девушке давать, то она ступенька за ступенькой поднимается вот к той самой своей наивысшей точке. Вот сейчас мы видим на экране девчонок, которые уже прошли ваш проект. Да, это вручение как раз, вот эти вот эмоции, которые... Кстати, вот эта девушка улыбающаяся, она пришла к нам и сказала, что у нее фобия к людям, она не может общаться с людьми. Вы видите, как она обнимается? А теперь она научилась общаться, и ей это нравится. Слушайте, столько эмоций классных. Даже вот на фото это видно, я представляю, как это вот в жизни, в реальности происходит. И это тот праздник, который у вас на выпускном, да, я так понимаю, был? Да, это выпуск как раз последнего сезона нашего, наши преподаватели. Не полный состав, но вот все-таки... Ну, у нас всегда в центре вот такая атмосфера царит, где женщина расслабляется, где у нее начинают гореть глаза. И это вот самое главное, наверное, к чему мы стремимся, раскрыть их максимально. А что чаще всего мешает женщине раскрыться, почувствовать себя? Вот вы столько женщин пропустили через проект, через свои эмоции, через свою душу. Вы, наверное, уже какие-то определили такие своеобразные критерии, да, чего женщина боится, там, чем она себя зажимает, закрывает, почему она не может реализоваться полностью. Вот вы правильно сказали по поводу зажимает, вот это, наверное, в точку. Самое вот, что мешает женщине раскрываться, это напряжение. Чрезмерное напряжение, когда женщина слишком может быть, думает, что вот сейчас важно, чтобы женщина была успешная, женщина была отличной мамой, там, 10 кружков. Должна, должна, должна. Должна, должна, должна. И это создает невероятное напряжение. То есть она делает это не из удовольствия и из того, что она, имея ресурс, может это все делать, а из того, что как будто бы социальные рамки ее сковывают и вызывают напряжение. Но когда она расслабляется, а у нас она расслабляется, потому что у нас направления такие, которые вот как раз помогают ей расслабить и тело в том числе. А расслабляя тело и начиная чувствовать себя, у нее как раз и поднимаются эти эмоции, чувства, где она раскрывает и понимает, что я же женщина, а я же для удовольствия, а я же жить с удовольствием. И вот это действительно, когда мы убираем это напряжение и погружаем ее, она очень много проводит времени с собой. Для этого у нас очень интенсивно каждый день идут занятия и разные занятия. Занятия идут каждый день? Каждый день. Она не отвлекается вообще на какие-то бытовые, они договариваются с мужьями. Мужья приходят на финал и благодарят нас, что их женщины раскрываются действительно по-настоящему, потому что и тогда она начинает себя чувствовать. И она к себе возвращается, и тут уже она по-другому раскрывается. Наверное, мужья тоже очень благодарны этому проекту. Что в итоге они получают? Какой результат вот для мужчины? Ну, во-первых, они говорят, и первые слова, что я заметила, она стала более счастливой. Она стала более счастливой. Это действительно потрясающе для мужчины. Это самое главное. Когда женщина счастлива, она всегда сделает мужчину счастливой. И, конечно, они это отмечают. Отмечают, когда возникает, женщина раскрывается, особая близость с мужчиной возникает, потому что из расслабления она ведет себя по-другому, нежели из напряжения. Ну и тем более у вас же есть там соответствующие практики, которые этому помогают. Да, да, да. Какие еще преподаватели есть? Вот вы упомянули, нутрициолог, сексолог, психолог, специалист по макияжу, да? Да, по макияжу. С ними работает стилист. У них прям практические занятия. Они выезжают в бутики нашего города, и стилист им помогает подбирать правильно. Прямо на практике, да? Прямо на практике. У нас очень много практики. Вот все, что у нас есть, и чем отличает, и то, что действительно дает результат, у нас все практически. То есть визаж они учатся делать утренний и вечерний, потом со стилистом работают, все практически. С психологом тоже работают через разные методики, через какие-то трансформационные игры, через какие-то вещи, которые помогают им раскрыться. Ну то есть все практически происходит. А у вас ведь есть еще и какие-то призы, и кроме того, что женщина получает самый главный приз, она получает себя. Да. Но еще и получает какой-то материальный приз. Что это такое? Да, самый главный приз. И вот, наверное, момент, когда вот она становится какой-то, вот она почувствует себя особенной. Вот самый главный приз, это было общее решение, все поддержали, девочки, что это должно быть путешествие мечты. Классно. Да, главный приз у нас 100 тысяч рублей на путешествие мечты. И когда она может уже в другом совершенно вот чувствовании себя съездить, еще и отдохнуть, и вот это вот продлить удовольствие, когда вот ты в каком-то в новой себя, что ли, ощущение в новой себя. Это какое-то особенное индивидуальное путешествие, да? Оно нестандартное? Она выбирает абсолютно сама индивидуально. То есть наш партнер, он как раз помогает выбрать все, что ей интересно, вот именно по душе, что она хочет. Вот сейчас, может, она в горы хочет поехать, там, на Алтай, допустим, или ей нравится море где-то там отдохнуть, съездить. Все индивидуально. Вот именно никакое-то мы не навязываем, да, вот такое, нет. Она приходит и сама выбирает, вот куда ей хочется, куда позовет ее душа, так сказать. А девчонки, наверное, в этом проекте очень дружат. И после проекта эта дружба продолжается, да? Они очень дружат, они собираются, они вместе завтракают где-то, где-то встречаются, они приходят к нам, они остаются там на какие-то направления, которые у нас есть в центре, на йогу, например. Они любят очень ходить, чайпитие там на йоге устраивают. Очень, да. И всегда мы слышим слова благодарности вот за то, что новые знакомства, и вот, так сказать, появляются женщины, с которыми на одной волне. И вот это действительно потрясающе, когда они в такое сообщество некое собираются. Ну вот хорошо, она получила все, что нужно, она раскрылась. Как потом, после окончания проекта, вот это состояние сохранить, не растерять его в своей повседневности? А вот как раз она и учится это делать, то есть по вечерам она приходит к нам, но все равно она живет в обществе. И она меняется. Действительно, девушки приходят и говорят, что даже меняется общество, вот в том, в котором они находились, то есть кто-то уходит, кто-то приходит, но все отмечают, насколько она изменилась, и она уже учится именно по-своему границы какие-то выставлять, себя по-другому позиционировать. Ну то есть она уже проживает эту жизнь как бы для себя, свою жизнь, да? Не для всех, не там только для семьи, для мужа, для друзей, а именно для себя. Ну вот возвращаясь к путешествию, которое получает девушка-победительница проекта, если говорить о тех путешествиях, которые сейчас актуальны. Что это может быть? Например, из чего она может выбрать? Из чего выбрать? Ну сейчас на самом деле, вот как раз когда закончится проект, уже, насколько я знаю, будет открыто направление Таиланд. У нас всегда есть и в России очень красивые места, потрясающие. В этом сезоне просто какой-то пик на Алтай, все едут, и там действительно потрясающие виды, да? Я, насколько я знаю, Мальдивы тоже открыты для нас. И то есть у нее есть возможность и какие-то экзотические страны посетить, и где-то по России это вообще неограниченно, и где-то может быть поблизости, да, у нас. Ну вот у нас есть еще и видео соответствующее. Давайте посмотрим его. Родное Сочи, прекрасный Крым, величественный Дагестан, Райские Мальдивы или Невероятные Сейшелы. Какое бы из доступных сейчас направлений вы не выбрали, есть возможность воспользоваться индивидуальными предложениями или стандартными пакетами. Вылеты возможны из городов России, а также из Киргизии, Казахстана и так далее. К примеру, в Белград, Тегеран и Тель-Авив этой зимой можно будет улететь из Казани. Еще один красноморский курорт станет доступен россиянам. Речь идет о возможных чартерных программах в израильский Эйлад. На сегодня из Красноярска прямыми чартерными рейсами можно добраться до Турции, до Египта из Москвы. Доступный отдых в популярной азиатской стране во Вьетнаме предоставляет один из туроператоров, представленных в том числе и в Красноярске. С октября туристам станут доступны путевки, сформированные на блочной перевозке на рейсах казахстанской авиакомпании. Путешествуйте, и пусть отдых принесет только позитивные, незабываемые эмоции. Вот такие направления можно выбирать сейчас для путешествий. Ну а мне в завершение нашей беседы хочется, чтобы вы пригласили всех наших зрительниц в ваш проект. Как это можно сделать, как попасть к вам? Да. Я, конечно же, приглашаю всех женщин, всех желающих. Возраст не имеет значения на самом деле. Можно посмотреть более подробно на нашем сайте womandreams.org и по телефону 8-933-325-0625. Там у нас менеджер ответит с удовольствием на все вопросы. Ну и, конечно, наш центр на Мира 86 напротив Театра Пушкина. Мы всегда рады. Вы можете просто прийти, попить кофе и почитать книжку. У нас есть своя библиотека. В общем, не пропустите этот шанс. Обязательно им воспользуйтесь и поучаствуйте в проекте. А я еще раз представлю нашу сегодняшнюю гостью. Директор Центра женского развития Woman Dreams Мария Квашнина, основатель трансформационного женского проекта. Ну а то, куда можно прийти, это Проспект Мира 86. Телефон для того, чтобы узнать и уточнить информацию 281-22. Можно напрямую связаться с менеджером по телефону 8 933-325-0625. Ну а также есть еще и партнер проекта Fun&Sun. И всю информацию можно узнавать по поводу путешествий на сайте В общем, звоните, пишите и меняйте свою жизнь к лучшему. А мы вернемся в студию сразу после рекламы. Матрасы, кровати, диваны, разработанные специально для ежедневного комфортного сна. Подушки, одеяло, основания для матрасов. Все, что необходимо для полноценного отдыха каждый день. Компания «Атрибуты здорового сна». Пусть ваше утро будет добрым. Выгодный сентябрь вместе с нами. Успей купить куртку или пуховик со скидкой 30%. Матросова 18, Авиаторов 5 и Лады Кицковили 65А. Зарядись энергией мюзикла. Возрастное ограничение 12+. Афонтово. Концертный зал с историей. Здесь были Чаев, Агата Кристи, Яхант, Несчастный случай, Лаймбридж. Здесь есть 600 мест, бесплатная парковка, удобное расположение. Реклама в крупнейшем еженедельнике «Шанс». Здесь будут самые яркие концерты, спектакли и праздники. Бронируйте зал прямо сейчас. 266-77-77. Звоните. Осложнение после COVID-19. Защемление лицевого нерва, панические атаки, заболевания опорно-двигательного аппарата, инсульты, инфаркты. Что беспокоит жителя мегаполиса 21 века? И главное, что с этим делать? Ну, во-первых, вовремя и правильно обнаружить проблему. Китайские доктора делают это с помощью диагностики по пульсу. Далее определиться с видом лечения. Ярко выраженный эффект дает биоэнергетический массаж, не имеющий возрастных ограничений. В этом методе сочетается сразу несколько китайских техник. Иглотерапия, гуаша, аньмо и вакуумная терапия. Именно поэтому и ассоциации у тех, кто уже попробовал его действия на себе, очень богатые. Такое впечатление, что гладит утюгом, а на нем какая-то мелкая-мелкая наждачка. Квозь эту наждачку приходят частички тока. Но это не больно нисколько, можно сказать, даже приятно. Что в итоге дает аппаратный массаж? Здоровый позвоночник и сосуды, крепкую нервную систему, хороший обмен веществ, иммунитет и полноценный сон. Борется с паническими атаками, мужскими и женскими заболеваниями, протрузиями и грыжами. Даже лишний вес и сколиоз ему под силу. Да и бич современности, воспаление лицевого нерва отлично поддается лечению. Как раз сейчас доктор работает с мышцами лица, шеи. Он использует и ультразвуковую насадку. Здесь работает метод кавитации, который выводит шлаки, убирает отеки. В дуэте с аппаратным массажем применяется и иглорефлексотерапия. Отмечу, что иглорефлексотерапия проводится с применением одноразовых игл. Сам сеанс длится примерно от 30 до 40 минут, в течение которых человек пребывает в состоянии полного покоя. Светлана, как вы себя чувствуете? Я чувствую себя отлично, думаю о том, какой замечательный будет результат. Иглотерапия снимает боль, спазмы, борется с невралгией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пищеварения, различными воспалениями. Беспокоит хроническое переутомление? Головные боли вам также на иголочке. Партнер программы «Здоровая среда» клиника «Восточный лекарь». Диагностика и лечение большинства известных заболеваний. Медицинский массаж, рефлексотерапия. Партизана Шелезняка, 19D. Телефон 23070. Вечер наш продолжается. И в эти минуты в Красноярске проходит предпоказ фильма, спортивной драмы «Начать сначала». Съемка фильма по оригинальному сценарию проходила в Красноярском крае при участии профессиональных рэгбистов и рэгбийных команд. Один из них – Виталий Новоселов, рэгбист команды «Красный яр» и исполнитель одной из главных ролей «Беспризорника» Андрея Харитонова. В широкий прокат лента выходит уже 8 сентября. А в октябре картину при поддержке Енисей кино покажут в районах Красноярского края. А вот такие рекомендации опубликовали для родителей, которым приходится состоять сразу в нескольких чатах. Мамам и папам рекомендуют отключить звук уведомлений, быть вежливыми и не засорять беседу поздравительными картинками. А также быть спокойными и терпеливыми. В общем, запоминайте рекомендации. Сейчас у нас рекламная пауза, а далее мы поговорим с нашим третьим гостем. Ортопедические салоны «Нейрон». В наличии антиварикозный трикотаж, ортопедические подушки, стельки, детская обувь, бандажи и корсеты по доступным ценам. «Нейрон». Товары для здоровья всей семьи. Теперь Инна Павлова, 48. Строение 1. Все выходные в боулинге «Шаровая молния» действует семейный тариф. Приходите с семьей и играйте всего за 650 рублей в час. Развлекательный комплекс «Шаровая молния», улица Молокова, 37. Телефон 219-70-60. 99,1 FM. Меньше слов. Больше музыки. Новые возможности и новые привычки каждую среду в «Море Синема». Билет в кино, стакан напитка и хрустящий попкорн всего за 220 рублей. Подробнее об акции «Комбо Среда» на моресинема.ру. Афонтово. Концертный зал с историей. Для выступлений, спектаклей, тренингов и праздников. 600 мест. Бесплатная парковка. 5 минут от 4-го моста. Анонс вашего события в эфире Афонтово и в крупнейшем еженедельнике «Шансов». Бронируйте зал прямо сейчас. 266-77-77. Звоните. Мы продолжаем. И я рада приветствовать нашу гостью Юлию Герлинскую, практикующего психолога, телесно-ориентированного терапевта. А еще Юлия один из спикеров фестиваля «Семья Фест», который проходит с 5 по 11 сентября. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Вот этот фестиваль, спикером которого вы являетесь, почему он такой классный, интересный и почему его нельзя пропустить? Вы знаете, для себя я выделила такие три момента, которые я считаю наиболее важными. Во-первых, этот фестиваль, он для родителей, для подростков и для взрослых людей, даже тех, у которых нет детей, для тех, кто, возможно, планирует завести детей или, в принципе, интересуется какими-то сферами жизни, которые, так скажем, за пределами обыденности. И на этом фестивале есть три момента, которые важны, наверное, сейчас большинству людей, по крайней мере. Первое, что вы можете сделать на этом фестивале? Вы можете пообщаться в нормальном, здоровом пространстве, что само по себе, в принципе, терапевтично. Особенно сейчас, в осенний период, когда многие начинают жаловаться на хандру, на начинающийся стресс со школы, я сама как мама, эти классницы. И вот в этом пространстве, просто находясь, даже если вы придете, посидите в уголочке, вы получите очень много пользы. Просто успокоитесь, получите какой-то ресурс. Но это одно, вы также можете получить ответы на интересующие вас вопросы, даже такие какие-то, я бы сказала, узкоспециализированные. Даже если посмотреть на программу, там представлено огромное количество совершенно разноплавных специалистов, как из Красноярска, так и из других городов. И самое главное, не просто получите информацию, но сможете задать вопрос и получить на него ответ. И, наверное, самое основное для меня, что помимо всего этого, люди могут получить определенные навыки. То есть будут какие-то интерактивные мероприятия, практикумы, мастер-классы. И не только ответы, не только вопросы, не только информация, но уже что-то практиковаться и попробовать применить это в своей жизни. Ну, я так понимаю, что это прям уникальная возможность, да, попробовать пообщаться с разными специалистами и услышать ответы на свои вопросы. При этом еще и чтобы твое мнение тоже услышали, да? Да. Там будет ряд мероприятий, где действительно можно будет пообщаться, рассказать какие-то свои истории и услышать истории других людей, и понять, что, в принципе, каждый из нас не одинок в своих проблемах, в каких-то сложностях. В общем, я так понимаю, что это площадка, где можно пообщаться и получить навыки о том, как правильно договариваться, да, с людьми, в семье, допустим, там, в любой компании, может быть, на работе или где-то с своими близкими. Как правильно находить общий язык, как понимать друг друга, да, как говорить на одном языке. Да, и еще один момент не только как друг друга, но и как себя, потому что прежде чем понимать другого, нам необходимо понять себя. И для этого тоже будет много возможностей. Что еще будет такого особенного на фестивале? Вот сейчас мы, кстати, на экране видим программу фестиваля и то, о чем можно будет поговорить, пообщаться и услышать мнение профессионала. Ну, например, буллинг очень такая тема, которая многих волнует, и многие, столкнувшись с ним, просто не знают, как себя вести и что делать. Как вы к этой теме относитесь? Я считаю, что замечательно, что в нашем городе есть возможность вообще пообщаться на эту тему, услышать информацию от специалистов и даже детям возможность покоммуницировать, услышать какую-то информацию, как им себя вести. Потому что не всегда дети информацию воспринимают, к сожалению, от нас родителей правильно. Особенно подростки, я думаю, родители подростков, со мной многие согласятся. Родитель не авторитет. К сожалению или к счастью, в этом возрасте уже да. Поэтому здесь будут специалисты, они будут несколько отстранены, это не такой близкий человек. И информацию от него ребенку получить будет гораздо проще. Тема буллинга, к сожалению, сейчас для нас крайне актуальна. И мало где про это говорится. Еще там была тема полового воспитания, сексуального развития. Эта тема тоже очень важна? Да, эта тема очень важна. Особенно, я бы сказала, не только для подростков. Это для детей с раннего возраста нужно про это говорить. Нас не всегда это мучат. И родителям бывает сложно про это говорить. И здесь вы можете получить информацию о том, как правильно донести до ребенка информацию, при этом не краснеясь, не смущаясь так, чтобы ребенок вас правильно услышал, а не считал ваши эмоции, еще больше закрылся в этой теме. Ну да, не каждый родитель это умеет. Не каждый, да. А там это будет очень в такой комфортной манере. Да. Какие еще темы, на ваш взгляд, очень актуальны для родителей и родителей подростков в частности? Для родителей, как мне видится, по крайней мере, из моей практики, я слышу часто вопросы, достаточно ли я хороший родитель, правильно ли я все делаю, а как мне защитить своего ребенка. И эти вопросы, наверное, никогда не заканчиваются. И вот на мероприятии, вот программу сейчас убрали, но вы можете посмотреть на сайте, есть очень много лекций, мастер-классов, даже практикуму, где вы можете убедиться, на мой взгляд, лишний раз, что вы нормальный, адекватный, достаточно хороший родитель. Потому что мы часто сомневаемся, честно говоря, попусту. Какие будут на фестивале использоваться для терапии методы? То есть кроме того, что это будут лекции, мастер-классы, какая-то теория, будет ли какая-то практика? Я могу сказать про свою практику. Расскажите, да. У меня будет две программы. Первая программа – это будет мастер-класс на тему одиночества. Я думаю, эта тема сегодня достаточно актуальна, с учетом гаджетов, соцсетей и всего остального. И мы поразбираемся с этим феноменом, что такое одиночество, как оно формируется, есть ли хорошее одиночество, есть ли плохое одиночество, всегда ли оно нам нужно, или, наоборот, оно нам мешает. И самое главное, что скрывается за конкретно вашим одиночеством. И там будет практика, благодаря которой участники смогут заглянуть за собственное одиночество, потому что это индивидуальный такой момент. И на этом мастер-классе люди могут узнать, что конкретно у них с этим скрыто. И вторая программа – это практикум. Там будет несколько практик телесно-ориентированной терапии. О чем говорит ваше тело? Мы там будем работать с напряжением в теле. Немножечко скажу, что за каждым напряжением в теле скрыто что-то важное для каждого из нас. И мы это воспринимаем чаще всего как нечто нам мешающее, а на самом деле это то, что нам тело пытается до нас донести. И вот на этом практикуме мы будем работать, учиться слышать свое тело, читать сигналы и переводить эти сигналы для себя. То есть какое желание скрыто за конкретно напряжением в теле каждого человека. То есть напряжение – это не всегда плохо, да? Это не то, от чего нужно избавляться. Сначала нужно понять, прежде чем начинать избавляться от этого, да? Да, да. Можно сделать так. Это будет не так, что вы сняли симптом, а так, что вы эту проблему решили. А для этого какие есть техники? Наверное, есть какой-нибудь танец, есть медитация, что еще? Вы знаете, телесных практик вообще очень много, их множество, работают они все, надо сказать. Тут зависит от цели, от задачи конкретного человека. Если хотите, можем проэкспериментировать. Я дам очень простую технику. Давайте. Благодаря которой, кстати, один человек выиграл заведомо проигрышные переговоры. То есть это техника, которую можно использовать вот прямо здесь и сейчас в переговорах каких-то, да? Если ты в стрессе находишься или… В любых эмоциях, когда тревожность у вас немного поднялась, вы начали переживать из-за чего-то, а вам нужно прийти на эфир, например, да? Или нужно провести какую-то важную для вас встречу, а вы начинаете переживать. И вам нужно в первую очередь привести себя в некое такое спокойное состояние. Техника безопасная, противопоказаний нет. Предлагаю нам сейчас с вами сесть, поставить обе ножки на пол. И вот прям внимание переместить в стопы, почувствовать такую некую связь с полом, так скажем. Глаза нужно закрывать? По желанию. Допустим, мы с вами можем не закрывать, а если телезрители с нами участвуют, вы можете закрыть. Так проще тогда отключить такой некий внешний контроль. Поставить ноги на пол, сделать вдох-выдох, пытаться расправить плечи. И после этого прислушаться к своему дыханию. Если есть возможность, вы находитесь где-то в более-менее спокойной обстановке, вы можете дать какой-то минимальный контакт с телом, например, положить руку на руку. Если есть такая возможность, то самый, наверное, эффективный момент – это, конечно, положить руку. На сердце. В район груди, да, когда я работаю с детьми, спрашиваю, где у нас живёт душа, и все дети отвечают. Вот здесь. Показывают здесь, да. Дети знают, отличают нас взрослых. И в этот момент просто послушать своё сердце, своё дыхание. И дать себе какое-то время, там может быть несколько секунд. Очень приятные ощущения. И сразу успокаиваешься, и как-то погружаешься в себя, и уходит напряжение, тревожность, если она была. И ты как будто заземляешься. Это и есть практика на заземление, совершенно верно. И в этот момент ваше дыхание углубляется, переходит из поверхностного более глубокое. И вы уже не так тревожитесь, вы можете функционировать вполне спокойно и принимать какое-то решение. Слушайте, очень классная практика. Я думаю, что буду ей пользоваться. Наши телезрители тоже воспользуются ей, если сейчас делали вместе с нами. Скажите, в рамках фестиваля, в тех мастер-классах и проектах, те темы, которые заявлены, вам бы самой в каких хотелось поучаствовать? Как участнику? Как участнику. Я так жалею, что я не могу поучаствовать. Вот в эту пятницу, я не помню полное название, в 19.30, по-моему, это будет проходить, там будет что-то на тему историй. То есть там будут шесть спикеров, насколько я помню, по программе участвовать, и будут люди рассказывать свои жизненные истории, как они с ними справлялись. Почему мне эта тема очень откликается? Мы смотрим часто соцсети, и нам кажется, что мир такой, большинство людей живут какой-то идеальной, правильной жизнью. Они все красивые, глянцевые, у них идеальные отношения. У них нет проблем. У них нет проблем. Но на самом деле не так, мы все живые. И очень важно иногда услышать обычные истории обычных людей и те способы, как они справились. Это как минимум терапевтично, как максимум очень полезно. Понять, что я не один такой. Это про близость, про некий такой способ совладания с одиночеством. И второй момент – это возможность поделиться опытом. Потому что каждый опыт уникален. И часто мы не знаем, что наш, может быть, очень, казалось бы, негативный опыт может помочь ни одному, и даже не двум людям. Это одно из мероприятий. И еще будет мероприятие про эффективного родителя. Дмитрий Юрков ведет. Мне тоже очень интересно было бы посетить, потому что он мне нравится как специалист. У меня очень близка вообще, в принципе, его работа. И я думаю, что это вообще интересно и полезно послушать многим родителям. А эффективный родитель – это кто? Это тот родитель, который умеет воспитать эффективного, успешного ребенка? Или это родитель, который воспитывает счастливого ребенка прежде всего? Вы знаете, я не знаю, что будет у конкретного Дмитрия. А вот на мой взгляд, это тот родитель, который находится в контакте с собой, и он способен тогда по-настоящему слышать и слушать своего ребенка. То есть прежде всего нужно найти контакт с собой, то, с чего мы с вами начали. А уже потом будет гораздо проще выстраивать отношения и с ребенком, и с родителями своими. И хоть с кем. В принципе, в социуме этот навык замечательно пригодится. Вас тогда мало что может испугать, и вы будете заранее, в моменте чувствовать, хотите ли вы общаться, не хотите ли вы общаться. И что, когда вы понимаете, что чувствуете вы, вам проще понять, что чувствует другой человек. Фестиваль можно посетить только вживую или есть какие-то еще и онлайн? Да, там будет ряд мероприятий онлайн, будут приглашенные спикеры из других городов. И самое главное, что этот фестиваль, он абсолютно доступен всем, любому красноярцу. Для этого нужно только лишь зарегистрироваться на сайте. То есть мы можем перейти на сайт, найти этот фестиваль, зарегистрироваться, выбрать тот мастер-класс или то событие, которое мы хотим посетить, и прийти в назначенное время. Да, совершенно верно. И также есть группа ВКонтакте, если кому-то удобнее там делать. Там точно так же можно это сделать. Давайте еще раз пригласим всех наших зрителей на фестиваль «Семья Фест». Я напомню, что идет он уже с 5 сентября и по 11 сентября. Можете зайти на сайт, посмотреть, какие там есть мероприятия, ну и, конечно же, их посетить. А я еще раз представлю нашу сегодняшнюю гостью. Юлия Герлинская, практикующий психолог, телесно-ориентированный терапевт и один из спикеров этого фестиваля. Что ж, друзья, наша программа подошла к концу. Вот так вот постепенно с Юлией мы прощаемся. Ну, а мне осталось рассказать вам только о погоде. Завтра, 8 сентября, в четверг, облачно, ночью небольшие осадки. Плюс 16, днем плюс 19 градусов, достаточно тепло. Ветер западный, 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Что ж, на этом все. Я, Анастасия Штукарина, прощаюсь с вами. Оставайтесь с Афонтова. Анастасия Штукарина, прощаюсь с вами. Анастасия Штукарина, прощаюсь с вами.